Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания Всем привет, с вами Аурум. Сегодня хочу показать вам, как играть вот такой колодой в 2018 году. Ну, серьезно, вспомните, да? Вот эти два здания просто вымораживали всех побольше, наверное, даже, чем элитные варвары и курги вместе взятые. Это было в начале игры. В начале игры подобные колоды получили название спам. Спам колоды всех. Это дико бесило, дико раздражало. Ну, в общем, олдфаги точно помнят. В дальнейшем же разработчики начали всячески фиксить усилялки зданий, и в итоге у нас новых карт зданий так, в общем-то, по-моему, и не появлялось уже очень-очень долгое время. Но! Этот чувак вот такой вот колодой не просто какие-то там испыты катает или еще что-то. Он получил 5200 кубков! Вот такой колодой. Ну, Рилли, ну, на первый взгляд, да, карты фуловые. У него действительно есть фуловые рарочки. Вот. Но при этом 5200, ну, это сильно, серьезно, с двумя зданиями, с хижиной гоблинов, с хижиной варваров, особенно, в особенности хижиной варваров, это реально сильно. Как он этим играет на, действительно, ну, неплохих кубасах? 5К, ну, шутка ли? Блин, давайте смотреть. Примечательно то, что этой колодой он играл не специально для этого видео, и 5200 он набирал не для этого видео. И 5200, скажу я вам, он не впервые набирает, потому что предыдущие два сезона он тоже набирал 5200. Ну, не важно, что этот сезон был самый длинный за всю историю Клэш-Рояля, но он прошлый сезон и тоже именно этой колодой играл. И более того, он этой колодой прошел еще самых-самых низких арен. То есть, ему просто в прикол играть этой колодой. Ну, знаете, есть люди, которые вот играют чем-то в какое-то время трендовым, а потом, когда это перестает быть трендовым, они по-прежнему играют именно этим. И, блин, ну, респект и уважуха таким людям. Хотя, с другой стороны, многие могут сказать, фу, спам, типа там, бла-бла-бла, короче, это как элитными варварами играть, да? Сейчас элитными варварами играют либо на низких каких-то аренах, либо же я хрен знает кто. Ну, потому что они не тащат. Реально, они сейчас не тащат. Их можно законтрить дешевле, чем они сами стоят. Поэтому, ну, нет никаких проблем с элитными варварами, поверьте. То же самое, этой колодой играть реально, блин, как-то тяжело. И вот давайте, ну, мне так кажется, хижина варваров космических денег стоит. В сумме с хижиной гоблинов, ну, блин, ну, большие сомнения, как вообще этим тащить, еще и 5200 брать. Даже на фуле. Ну, реально, даже на фуле. Поэтому гоб смотреть. В общем, основная стратегия, ну, банальная, очень классическая, заключается она в том, что мы просто берем и ставим хижины, пушим одну сторону, выбрасываем хога. Иногда по той же стороне, иногда по противоположной. Еще чувак говорит, что, ну, в принципе, все субъективно, но он довольно долго пытается не палить хога. И очень часто, если он не палит хога, то есть не палит, в смысле не показывает, да, не то, что он его сжигает нахер на костре, а просто он не показывает его. Может, нас смотрит какое-то более старшее поколение, которое не понимает, что такое палить. Он его не показывает весь бой, и потом, когда выбрасывает хога, очень часто этот заход на лоха просто отлично, ну, как бы, проходит, да. И можно, я не знаю, увидим мы конкретно в этих катках, которые он подготовил или нет, вот этот заход на лоха. Но, но в целом, прям довольно неплохо это, как он говорит, работает. В данном случае три мушкетера, причем по одной стороне выбрасывает трех мушкетеров соперник. Вычислил, что фаербола нет, и вот здесь хогушка не прошел. Но соперник идет по той же стороне, где сконцентрирован весь спам, и это, ну, мне кажется, это ошибка. Потому что всем спамом сдерживаются абсолютно все. Вот даже три мушкетера, вроде бы, вроде бы они проходят, но там скелетики, и вся атака соперника просто, просто все. И вот хогушка, и тыка, ух ты, пишет соперник, 82 хп остается, скорее всего, не помню, сколько стрелы, но вроде бы одних стрел хватает, так или нет? Да, это хорошая игра. Украинский клан ЮА Дринкер сейчас играет против, если я правильно не читаю, просто боюсь его прочесть, если честно, гребень. Серьезно, у чувака не гребень. Ну ладно, после дырявого презика гребень вообще ничто, сами понимаете. Не, на самом деле, чувак прикольный. Вот, я с ним общался вконтакте, и, ну, то есть он реально говорит, что этой колодой вот играет очень долго. Он меня этим серьезно удивил, и я смотрю, что справляется он практически с любой декой этой колодой. Если вы скажете, что да, изи, ну, попробуйте такой херней поиграть, и посмотрим, как у вас это будет изи. Еще не забывайте, что 5200 кубасов это 12 уровнем. То есть, с одной стороны, не важно, какой левел при такой прокачке карт, но с другой стороны, хпшечки на башенках, да и мощь, я имею в виду огневая мощь самой башни, тоже очень крайне важна. И играет порой прям ключевую роль в поединках. Что делает соперник? Соперник, короче, пытается по правой стороне все время заходить, то есть по противоположной от спама, но гиг постоянно агрится на хижину варваров. И из-за этого, вот, кстати, очень удачно варвары появились и добили этого гига. То есть, не может соперник никак пройти. Хижина варваров, с одной стороны, стоит огромных денег, хотел сказать, огромного количества эликсира, но в то же время она прекрасно контрит гига, и плюс еще и сами варвары делают, наносят определенные уроны. И вот, заметьте, на левой башне у соперника уже 1792 хп, а Хоук, как мне, если мне не изменяет память, еще ни разу не выпускался. То есть, соперник тупо игнорирует гоблинов, но это очень обманчиво, потому что пол башни уже снесли гоблины. Ну, ребят, там в сумме еще варвары туда ходят периодически, но все же, блин, посмотрите, 1500 на наших глазах хпшечка просто заканчивается. Поэтому это классический пример атаки. И вот он, Хог. На двойном эликсире впервые мы видим Хога. Вот одна тыка, ну, буквально две, две целых, не буквально, а целых две тыки делает Хога, и после этого умирает. 580 хп, а соперник ни разу не смог пройти мимо хижины варваров. Плюс еще вот куча спама, это был спеллбейт. И бах, гоблины сами просто на изи, скорее всего, сейчас все разобьют. То есть чувак, вот салага, он абсолютно концентрируется на правой башне, не понимая того, что гоблины съедают его левую башню. Вот опять Хогушка. Там, естественно, сразу мини-пека, так, за это сорянчик уже 10%. Видите как? 284 хп остается. Стрелами, конечно, добивать будет напряжно, но Хогушку выпустить еще разок будет в самый раз. И соперник опять, что ли, нет, вот, он наконец-то начал дефать левую сторону. Наконец-то он начал что-то бросать навстречу. Хижина варваров опять автоматически. Там сходу мушкетер, который якобы должен быть, типа, дотянуться до Хижины варваров, но нет, он не дотягивается. Стрелы бросаются, чтобы попасть и на хижину, и на, блин, башню, короче. В то же время, вот это первый, первый проход, первый, действительно, первый проход гига, но немного-немного пофиг, наверное. Немного поздно, потому что гоблины все-таки забирают башню. И последняя каточка, которую мы сегодня посмотрим, будет против чувака, который играет Хогом. С одной стороны, вроде бы, все очевидно. Ну, типа, два здания дефа, Хог не пройдет, все дела, но дорогие эти здания дефа, в то же время у соперника довольно быстрая колода. Причем, классика жанра, с одним-единственным исключением, что там три спела. То есть, мы видим бревно, мы видим зап, мы видим фаербол, и это все против спама, ну, вы понимаете, да? Вот, раз, и, ну, и мисклик, да, потому что три мухи выжило, и еще придется гасить их с помощью снежка. А тот еще гоблин сделает две тыки, три тыки, а не классическую свою одну. Поэтому, такая тема. Готовит, видите, зажал Хижину Варваров. Зажал, в смысле, нажал на нее, а не зажал, он, типа, не хочет отдавать. Вот она, Хижина Варваров, и, я думаю, соперник сейчас немножечко опешил. Че за херня, обратно в 2000, какой там, в 2016 году спам-колода была популярна, или когда? В общем, мини-пека вместе с рыцарем, такой вот интересный ход. Там готовится бревно против спама, но довольно сложно тоже играть, когда у соперника три спела, а у тебя спам. Ну, в общем, такая тема. Отчаянный поступок, выбрасывается Хогбг на Хижину Варваров. Не приносит это должного результата. То есть, мне кажется, конечно, с одной стороны Хогбг стоит, как бы, четыре эликсира. Хижина Варваров, в свою очередь, семь. Но сколько Варваров вот сейчас еще наспавнилось. То есть, Хогбг был выброшен, а Варвары продолжали спавниться. Поэтому, ну, такая себе тема. И вот мы видим, что равное количество эликсира было. Хогбг прошел, куча войск. Вот это все случилось именно потому, что Хога тогда выбросили. И никакого результата не достигли. Я имею в виду китайца. Да, 1305 хп. Вот опять будет, наверное, делать Китай. Нет, он заходит по правой стороне. Крайне умный поступок. Но стрелы плюс скелетики и Хогушка достаточно мало жил на этом свете. Вообще, какая-то садистская игра. Представьте, сколько раз умирают вот эти все юниты. Как задумаешься, просто жуть. Ай, уже 5% ребят нужно заканчивать ролик. Тем временем, Хог по левой стороне проходит. И это очень круто. Правого Хога гребень пропустил. Ну, по правой своей стороне. Полбашни, конечно, у него там нет. Но в то же время, смотрите, еще пушится Башня Короля. Но, 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 не знаю. 16 секунд, 15 секунд остается. Главное, чтобы у меня, блин, осталось заряд. Потому что ниже 5% это чаще всего фиаско. Посмотрите, 2000 хп осталось на Башне Короля. Думаю, на этом все и закончится. Реально необычная колода, как для 2018 года и для 5200 кубков. Соперник под конец посмеялся. Смеялся, потому что, ну, я бы тоже, наверное, ржал. В общем, вот такая тема. Играть можно чем угодно, как угодно и где угодно. С вами был Ауром. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, какими необычными колодами играете вы.